Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я раскрою вам один секрет фирменного сольного звучания на басу, будь это какая-то мелодия, импровизация или даже какое-то заполнение, может даже в риффах это в конце концов можно использовать. Сегодня мы будем говорить о хексатонике так называемой. Эту шкалу используют множество фирменных музыкантов, и она довольно популярная. Но в русскоязычном сегменте об этом довольно мало информации, поэтому присаживайтесь поудобнее, давайте же разбираться, что такое в конце концов хексатоника, такая вот фирменная, которая постоянно используется фирмачами. Большинство музыкантов на планете Земля используют в основном две шкалы, две гаммы, я не знаю, как хотите, два подхода философских в своих фразировках, построение соло, филов, риффов. Основные две большие концепции. Первая это пентатоника, пять нот у нас от слова пять. Смотрите, до минор, раз, два, три, четыре, пять, и опять. Первая ступень, да? Пять и опять. В общем, это пентатоника, все ее знают. До минор, вот так. Пять ступеней всего в гамме. Но есть еще так называемая гептотоника, это вторая. Это у нас семиступенчатая скейл, семиступенчатая шкала. Наша традиционная гамма, например, домино, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Да, опять заново мы начинаем на октаву выше. То есть в основном вот это вот пентатоника и гептотоника. Но еще есть замечательное, такое страшное слово, как хексатоника. И это у нас шестиступенчатая шкала. Шкала, скала, шкала, ну ладно. Шестиступенчатая шкала. Ну вы уже догадались, что мы здесь используем шесть нот. К примеру, хексатонику можно рассматривать как пентатонику с добавлением одной ступени, либо гептотонику с убыванием, с, так сказать, как это назвать-то, с исключением одной ступени. Давайте разберемся, в чем же секрет такой бешеной популярности хексатоники в кругу музыкантов. Почему она такая универсальная и очень часто используется. Я постоянно слышу в фразах фирмачей, в конце концов. Смотрите, я могу построить соль-мажорную гамму. Я ее построил традиционной для бас-гитары аппликатуры. Со второго пальца мы начинаем для мажора. Но здесь есть ряд неудобств. Во-первых, это закрытая позиция. Здесь она довольно узкая. Мы не двигаемся почти по грифу. Первый минус, второй минус в том, что она несимметричная. Мы, например, начинаем с разных пальцев. Сначала со второго, потом с первого. Потом, например, опять с первого и так далее. Это не очень удобно. Это не симметрично. И разное количество нот. Смотрите, я могу сделать из вот этой гаммы, составить шкалу по формуле 3 плюс 3. То есть, когда мы берем по 3 ноты на каждой струне. 3 плюс 3 и 3 плюс 3. То есть, это 6 и, соответственно, 3 плюс 3. Смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, 3. Вот, 3 плюс 3, получилось 6. И то же самое я повторяю на октаву выше на первой и второй струне. Вот таким вот образом. Смотрите, как у нас получается мажорная хексатоника от основного тона мажора. Например, соль мажор, мы берем основный тон. Тут очень важно понимать аппликатуру. Мы начинаемся с первого пальца. И получаем первую нашу сегодня хексатонику мажорную формулу 3 плюс 3. Мы разбиваем гриф гитары как бы на гриф, точнее, струны по парам. То есть, первая, вторая струна, первая пара. И третья, четвертая струна, вторая пара. И для каждой мы делаем такой паттерн из 6 нот по формуле 3 плюс 3. С одной и той же аппликатурой, которая удобна. Эти паттерны расположены близко друг к другу. Мы играем одну и ту же аппликатурой, это очень удобно. В отличие от вот такой, где тут с разных закрытой позиций, где с разных пальцев, не очень удобно. Я могу также эту аппликатуру немножко расширить. Смотрите. Могу сыграть вот сюда, еще раз. Первая, вторая, третья повторить здесь. Тем самым, крутость этой аппликатуры, что она довольно вам поможет найти новые варианты фразировок, новые идеи. И она вас уже начинает двигать по грифу. И вы можете находить какие-то новые позиции и играть более горизонтально, широко по грифу. Это первое преимущество. И мы сейчас выучили первую хексатонику. Абсолютно то же самое. Она работает и на гитаре. Мы можем разбить гриф на пары. То есть там получаются первая, вторая, третья, четвертая и пятая, шестая. То есть это три пары. Давайте посмотрим, что я все говорю. Итак, взял в руки гитару. Давайте посмотрим ту же абсолютно соль, мажорную хексатонику на гитаре. Те же абсолютно у нас пальцы. Это первая, вторая, третья. Здесь очень важна аппликатура. Мы на каждой струне играем первый, второй, третий палец. Но здесь у нас появляется еще одна пара на первой, второй струне, что очень круто. Довольно широкий диапазон красок у нас возникает. Давайте сыграем. Вот он, соль мажора, аккорд звучит. За счет того, что аппликатура удобная, она симметричная, логичная. Вот эти паттерны расположены близко, как это по правилам хексатоники. И можем играть довольно быстро. Хоть я не супер гитарист, у меня корявые руки, но я даже могу. Даже я могу быстро сыграть. Вот таким вот образом по грифу и соль мажор. То есть очень удобно. Даже попробуйте на гитаре выучить также эту хексатонику. Это будет точно полезно. Полезно однозначно. Но и это еще не все, дорогие друзья. Есть еще один очень крутой секрет этой аппликатуры. И этот секрет делает ее очень универсальной. Абсолютно ту же аппликатуру, все те же пальцы можно играть и на минорные аккорды. Представляете? Но нужно ее построить на тон ниже основного тона. Что это значит? Я сейчас с какими-то ребусами говорю. Смотрите, например, у нас, не знаю, ну ля минор. Вот он аккорд ля минор, например. Вот его можно здесь взять, можно здесь, можно здесь. Ля минор. Если я построю эту же хексатонику на тон ниже, то есть от ноты соль, основной тон ля, ля минор, мы на соль построим, на тон ниже. Эту. У нас эта же абсолютно аппликатура, эта же абсолютно фраза, этот скейл будет классно звучать. На самом деле вы можете сами придумывать свои хексатоники на свой вкус. Ну давайте попробуем, просто чтобы было понятно. Например, вот у нас соль мажор был. Этот вариант не подойдет для хексатоники, потому что у нас на первой струне... Я могу, конечно, вот так сыграть. Вот такой вариант. Можно, да? Вот тут, смотрите, по три одинаковая. Но тут у нас не получается одинаковая аппликатура, видите? У нас разные пальцы. То есть первый, второй, четвертый, первый, второй, четвертый, а вот здесь первый, третий, четвертый. Видите? Это уже не совсем то. Поэтому это нельзя назвать полноценно хексатоникой, но как принцип. К примеру, вот смотрите, давайте попробуем параллельный минор к соль мажору. Это будет нота ми. Вот шестая ступень. И здесь, соответственно, у нас тоже не получается вот в таком варианте от третьей струны, потому что, видите, разные пальцы. Но я могу попробовать от четвертой струны. Здесь у нас получится хексатоник. Смотрите. Вот таким вот образом. Ми минор. Вот тут у нас получается хексатоника. Три плюс три. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, четвертый. Таким вот образом. И, наконец, последняя часть этого видео, в которой я покажу, как можно с этим работать, как можно использовать вот эту вот шкалу, придумывая какие-то свои фразы, какие-то свои заполнения, мелодии, соло, да что угодно. И вообще, как разыграть эту хексатонику. Ну, тут все просто. Подход один, как к любой шкале. Мы просто сначала придумаем какой-то простой мотив, а потом начинаем помещать его в разные паттерны этой шкалы. Ну, например, смотрите, вот у нас мы ми минор играли. Вот именно хексатонику в таком варианте минорную. Смотрите, я могу сыграть, какой-то простой мотив придумать. Вот я поместил сначала в первую паттерну, в первую пару струн, потом во вторую пару струн. Пробуйте различные варианты. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Здесь было бы видео полезным, не слишком я затянул. Не забывайте проходить на Boosty, там будет нотное приложение к этому видео и много всего еще другого. Телеграм-канал, я там что-то выкладываю по настроению. ВК, как всегда. И не забывайте на YouTube подписываться тоже обязательно, в конце концов. И комментарии писать побольше. Желательно позитивных, конечно. Потому что позитив должен быть... Тем более мы занимаемся все-таки позитивным делом, поэтому позитив должен преобладать, в конце концов, в музыке. Негатива и так хватает. Всем спасибо, что посмотрели. Всем пока.